И какой, Наташа, для тебя главный пасхальный атрибут вообще? Конечно, яички. Мне кажется, как и у всех людей, ты сначала их красишь, потом ты их бьёшь, потом ты их ешь. Ну, столько приятностей вообще. И сегодня мы узнаем о том, как красиво можно сделать этот главный атрибут, да, как его украшать, как его покрасить. Нам в этом поможет разобраться сегодня наша гостья Инна Свещёва, кондитер и вообще умельца на все руки. Инна, доброе утро! Привет! Доброе утро! Рассказывай, мы видим, что у тебя уже готово всё твое снаряжение. Рассказывай, что сегодня будем делать. Ну что, мы отварили предварительно яйца, обязательно белые, потому что, ну, другого цвета будет не очень видно хорошо картинку. Нам понадобится салфетка вот такая обычная, мы отделяем от неё вот эти вот слои лишние, и остаётся один слой. И берём вот так кусочки, отрываем, берём наше яйцо, прикладываем эту оторванную бумажечку к яичку, берём кисточку, макаем её в белок, в обычный белок. Так, стоп, мы отделили белок от желтка и поместили эту консистенцию в отдельный стаканчик, правильно? Чтобы потом вот... Да, в стаканчик. Как клей мы его, по большому счёту. А потом просто кисточкой. Потом кисточкой просто макаем и вот так вот делаем. Ого! Просто салфеткой. Я, честно, немножечко обескуражена, я привыкла просто помещать яйцо в краску. А здесь всё, взяли салфетку, оторвали нужный рисунок, прикрепили к яйцу и белком непосредственно начали наносить. Такой рисунок может быть один или этих аппликаций может быть несколько? Ой, несколько? Вот они разнообразные. Любые. Берём, клеим. Оп! И начали клеить. Всё, оно приклеивается сразу же, моментально. Когда оно высохнет, получается вот такое прекрасное яичко. Фантазия не имеет границ. Наташа, только ты должна понимать, что один слой от салфетки отрывается. Я поняла. А то получится у тебя как обычно вот это вот. Да, если там будут небольшие складочки, ничего страшного, когда яйцо высохнет, всё прекрасно будет, замечательно и красиво. Инна, нужно ли яйца, которые уже готовы, отправлять сохнуть куда-то? Или они могут остаться на столе и просто в естественной среде подсыхать? Да, в холодной температуре они буквально там за 5 минут буквально высыхают и готовы. Они неприхотливые. Неприхотливые пасхальные яйца у нас сегодня в эфире. Хорошего утра. Есть ещё что-то, что ты для нас приготовила? Мы видим стаканчики с какими-то разноцветными жидкостями. Это просто красочка у нас получается. Ну, нужно перчаточки одеть. Краска разных цветов. Берём яйцо, оборачиваем его в салфеточку. Я видела, я видела, я хочу тоже в этом году сделать именно такой способ. Вопрос, это какая-то специальная краска, из чего она делается? Ну, лучше всего, конечно, пищевая. Пищевой краситель. Потому что какие-то натуральные ингредиенты, они не возьмутся. Ну, кроме шелухи, господи, луковой. Луковой, луковой. Да-да-да-да-да. А тут, получается, краска пищевая нужна. Мы отвернули яйцо. Да, отвернули яйцо, взяли трубочку. А, обычную. Вот так нажали на трубочку, пальчиком задавили. И вот так вот. То есть, это воображаемая пипетка. Для этих же целей можно использовать и обычную пипетку. Правильно? Да. Да, я видел так. Так бармены коктейли пробуют в клубах-то. Может быть, да. Наверное, это позаимствовали отсюда. Ну, вот так вот. Хаотично, просто в хаотичном порядке это все делаем. А, бумажечка какая-то специальная или просто салфетка белая? Обычная салфеточка, обычная салфетка. И мы так по всему, можно сказать, по всей площади яйца наносим вот так хаотично краски. И просто так же каким-то бочком кладем это яйцо. Что с ним происходит дальше? Каким бочком? Где боку яйца? Даем подсохнуть. Ну, вот, допустим, вот мы уже покрасили, да? Пойдем на тарелочку. Оно салфетка, и получается вот такое яйцо. Такое прям с каким-то интересным как градиентом, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Прям произведение искусства. Инна, а есть какие-то... Еще очень интересно. Да, есть какие-то вот украшения, которые лучше не использовать для украшения яиц. Вот где-то грань, чтобы ее не переступить. Ты что имеешь в виду? Ртуть? Ее нельзя использовать. Я думаю, гуашью не стоит красить яйца. Да, ну просто это действительно важно знать, потому что как бы творчество, душевный порыв и все. А там уже вдруг это что-то небезопасное, и потом все-таки яйца там эти предполагаем, что мы их съедим. Поэтому используем натуральные красители, либо... У тебя солнце село. Солнце село. Зашло за тучку. А еще скажи, Инна, я видела, что красят не только куриные яйца, но и перепелиные. То есть у них, у самих по себе такая интересная текстура, да, она в крапинку. Их уже природа покрасила. Да. Знаешь ли ты, можно ли что-то сделать с перепелиными яйцами? Ну, я думаю, все то же самое, что и с куриными яйцами. Просто нужно будет брать, немножко сильнее красить. Или что-то взялось. Потому что яйцок перепелина, но немного темновато, и там темные эти точечки. И будет не очень хорошо видно картинку или рисунок. Допустим, вот такой декупаж, он подойдет для перепелиного яйца. Потому что светлая салфетка, которая будет, да, она прозрачная почти. То есть своя техника используется. Декупаж, да. Я думаю, где я этот стиль видел? Яйцок стилит декупаж. Прекрасно. Дорогие друзья, наши зрители, надеемся, что эти советы вы сейчас возьмете себе на вооружение. И в выходные, готовясь к празднику Светлой Пасхи, их с удовольствием используйте. Вот так берем салфетку на белое яичко, белком это все обмазываем и готово. Либо пипеточкой вот так частично погружаем краску. Инна, огромное тебе спасибо. Мы тебя, можно сказать, тоже поздравляем с наступающим праздником, прекрасных выходных, светлого, отличного настроения. Спасибо.